Приветствую вас. Ваш вопрос, он больше похож на вопрос, можно сказать, к эзотерикам, гадателям, но не к психологам, потому что вы пишете, что обучаете, что вам тяжело, купятся долги и спрашиваете о том, что делать. Значит, либо продолжать все образование, либо бросить и выйти на работу. Психолог не может вам дать ответ на такого рода вопрос, потому что психологи не дают советов, в принципе. Как психолог я могу обратить ваше внимание на некоторые аспекты, которые позволят вам принять решение относительно того, что делать дальше. Например, вы пишете, что в настоящее время обучаюсь в профессии тяжелой и сопряжена с определенными моральными трудностями, психологически мне тяжело ее осваивать. Как же так получилось тогда, в таком случае, как же так получилось Алиса, что вы выбрали именно ее? Как же так вышло тогда, Алиса, что вы выбрали эту профессию, что вы занимаетесь ею? Как же так вышло? Давайте подумаем об обстоятельствах выбора вашей профессии вами. То есть, что, условно говоря, мотивировало вас на выбор данной профессии? То есть, вы выбирали ее сами? Вы были, к примеру, свободны в выборе со своей профессией или нет? Если вы выбили, если вы были свободны в выборе своей профессии, ну, при выборе своей профессии, если вы были свободны, то мне кажется, здесь нужно поисследовать, что вы хотели и какие, собственно, у вас вообще были ожидания от профессии. Какова была, условно говоря, глобальная цель, которая привела вас к тому, чем вы занимаетесь? Да? Вот. Это очень важно. Если вы действительно на самом деле были не свободны при выборе своей профессии. То есть, если вы были свободны. Если же вы были не свободны, то важно понять, кто и почему заставил вас заниматься этой профессией. То есть, видите, отсутствует важнейший аспект данной ситуации, отсутствует важнейшие обстоятельства в вашей истории. А именно, как вы уже поняли, обстоятельства выбора. От того, насколько свободны вы в своем выборе, зависит, собственно, и психотерапия, и ответы вам, психологов. Вы говорите, что вам тяжело, психологически тяжело осваивать профессию. Я вас понимаю. Даже не как вопрос. Если вам тяжело, то, может быть, она вам не подходит в профессии. Если она вам не подходит, если она не для вас, если она запрагивает ваши, к примеру, моральные представления. Да, если запрагивает ваши, ну, какие-то моральные ценности, которые вы чувствуете, нарушаются при занятии данной профессией, то, конечно, стоит перестать и заниматься. Потому что ничего хорошего вам это не даст. Если психологическая тяжесть данной профессии в другом, то, опять же, в чем психологическая тяжесть конкретно, вы не написали. То есть, непонятно, что именно вам тяжело. Ведь тяжесть, она может быть разной. Я надеюсь, вы с этим согласитесь. Вот. Тяжесть, тяжесть может быть разной. Нам нужно понять, что это за тяжесть. Нам нужно понять, о какой тяжести идет речь, что ее составляют и что можно с ней сделать. Если это тяжесть отношения, то есть, вашего отношения, например, то с этим, конечно, можно поработать. Если это тяжесть отношений, если это тяжесть восприятия. Но если это тяжесть среды, объективно тяжесть среды, то в таком случае, конечно, вам будет очень тяжело к этому адаптироваться. Вот. Скорее всего. И отсюда следует, что, возможно, лучше, ну, возможно, лучше будет от данной работы отказаться. Ну, просто потому, что именно тяжесть среды не позволит вам заниматься адекватно своей, ну, своей работой. Но нужно понять, нужно понять, что именно, от чего зависит. Нужно понять, как бы, что с чем связано. А по крайней мере этого ничего нет, к сожалению. Дальше. Так. Мне тяжело их осваивать, да? То есть, понятно. Надо разобраться, в чем тяжесть освоения. Начинать сомневаться в собственных знаниях, в силах и возможностях. Опять же. Вы оцениваете свои силы и возможности с точки зрения каких-то ожиданий. Понимаете? Насколько это обравданно, ну, вот насколько обравданно то, что вы имеете какие-то ожидания по отношению к своим силам и возможностям, тоже нужно разбирать. Потому что совершенно очевидно, да, что у ожиданий ваших есть какие-то, ну, одноважно, да, у ожиданий ваших есть какие-то именно, ну, причины. То есть, есть причины вам чего-то от себя ждать. Вот. Вопрос заключается в том, какие, понимаете? Вот. То есть, это вот то, что я могу вам ответить, то, что я могу вам сказать. Вопрос заключается именно из, ну, именно исходя из того, что вы пишете, именно из того, что вы описываете. Вот. То есть, ожидания, ваши ожидания, ну, нужно и проверять на оправданных. Далее. Так. Чувствую наращающее напряжение. Из-за чего? Нет мотивации учиться. Как правило, мотивация возникает тогда у человека, когда есть для этого ресурсы. Скажем так. С одной стороны, то есть, когда у человека есть реальная возможность что-то делать. С другой стороны, когда у человека есть цель. То есть, если, если цели нет, вот, что мотивации, конечно, тоже нет и, в принципе, нет и быть не может. Вот. Вот, в принципе, такая история, на мой взгляд. Вот. Вот. Вот, эм, это тоже очень важно, это тоже очень важный момент, на самом деле. Дальше идем. Эм, так. Долги накапливаются, а желания нет. Так. Так, если нет, нет желания, вот, знаете, да, ладно, вам надо набраться тем, что вы хотите. То есть, то есть, то есть, вы себя заставляете, э, вообще, в какой, целью, целью, вот, как бы. вы себя заставляете, чтобы что по итогу, вот, понимаете, преодолевать какие-то трудности, да, это нормально, это можно, это нужно. Если человек хорошо видит, значит, что с ним происходит. Если человек хорошо видит и отдает себя черт в том, что для него важно, понимаете, вот, в вашем случае есть подаврение, да, что вы не видите смысла, не видите смысла это дело, и здесь, опять же, непонятно, в какой-то момент, эм, ситуация изменилась, стала другой, или как? То есть, вот это очень, эм, очень важно понять на самом деле. Вот. Дальше. Денег нет, образование дорогое, хочется все оставить и выйти на работу. Зачем? То есть, вот, один из вопросов, тоже, зачем, для чего вы хотите выйти на работу, чтобы, чтобы, чтобы что, собственно говоря. Вот. То есть, опять же, вы хотите работать, именно, именно работать вы хотите, или у вас какая-то другая, например, цель, и это тоже очень важный момент, на который вам нужно себе ответить, который вам нужно для себя прояснить, эм, потому что и на работе вам, эээ, в таком контексте тоже может быть очень трудно и тяжело, если вы пойдете на работу, вот, просто, ну, просто, потому что, там, к примеру, к примеру, ну, к примеру, просто, потому что надо, так? Вот, и все. То есть, эээ, вопрос в том, насколько вы о себе, эээ, заботитесь, да, насколько вы о себе беспокоитесь, и эээ, так далее. Эээ, это важно. Эээ, вот, примерно так. То есть, мы не можем подсказать вам решение вашего вопроса, потому что это исключительно ваши прерогативы, это вам решать, как вы будете поступать, и что, собственно говоря, вы будете делать. Эээ, мне думается, что, эээ, помочь разобраться вам, эээ, в себе, мы, конечно, можем, вот, безусловно, можем помочь разобраться именно в себе, но, в целом, ответственность за свою жизнь несете, как мне думается, все же вы. Так что, эээ, решение окончательно по этой ситуации, как и по любую другую ситуацию, понимаете, вам, вот. Другой-другой вопрос, а хотите ли вы, то есть, хотите ли вы, готовы ли вы учиться, понимаете, да, готовы ли вы учиться, принимать, принимать решение. Если, если, особенно сейчас, это делать, судя по всему, вы не умеете, или умеете, но делаете очень плохо. Вот. Такая вот история. Это то, что мне видится, то, что я мог бы вам ответить, именно, эээ, исходя из того материала, который вы написали. Вот. Так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались, эээ, дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Так, спасибо. ieurs. Алексей